Уважаемый студент третьего курса, мы продолжаем изучение курса «Вспомогательные исторические дисциплины». Мы сегодня завершаем изучение раздела этого курса, который называется «Историческая метрология». Вслед за темой введения метрической системы мер, сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о становлении и развитии системы государственного поверочного дела. Итак, цель нашей лекции – рассмотреть становление и развитие системы государственного поверочного дела в России, в Советском Союзе и в Казахстане. Итак, начнем с России, с новой истории страны. Начнем с Петра I, который очень много, как вы знаете, сделал для модернизации страны во всех направлениях. Итак, уже Петр Великий уделял внимание тому, как употребляются меры веса, установленные государством. Указом от 1700 года бурмистрам и их заместителям поручалось проверять весы, гири, аршины, сальные бочки. Следить, чтобы все они были выправлены по так называемым московским заорленным мерам. За обмер и обвес грозило строгое наказание – возмещение ущерба потерпевшему втрое, денежный штраф и телесное наказание. В 1719 году аналогичные поручения были возложены и на воевод. Характерно, что в законодательстве по-прежнему не прописывались условия ответственности должностных лиц по хранению образцов мер весов, присланных на места из столицы. Так было до 1722 года, когда вышел регламент управления Адмиралтейством. В нем содержались инструкции, как хранить меры и весы, как обращаться с ними и как ими правильно пользоваться. Оговаривалась и регулярность поверок каждые полгода. Позднее надзор был возложен на органы городского управления и управы благочения по закону под названием Уставы благочения от 1782 года. Итогом законодательства в данной сфере стал закон от 29 апреля 1797 года об учреждении повсеместно верных весов питейных и хлебных мер. Он зафиксировал политику правительства в этом направлении, ориентируя на создание условий, которые бы позволили избежать злоупотреблений при взвешениях и измерениях. Однако системы поверочного дела, именно как системы единого руководства, осуществлявшего надзор за мерами и сами Российской империи 18 века, так и не сложилось. Из приказов функции метрологических центров перешли в руки коллегий. Среди них заметную активность проявляли Каммерц, Берг и Адмиралтист в коллегии. Созданная в том же 18 веке Академия наук занималась сбором и изготовлением эталонов различных мер и оказывала помощь заинтересованным учреждениям. Тем не менее в стране отсутствовали единые общеобязательные эталоны, исключая эталоны фунта от 1747 года. В это время серьезно обсуждался вопрос о переходе российской национальной метрологии на десятичный принцип счисления. Постепенно российское правительство приходит к пониманию всей важности соблюдения единообразия меры весов, необходимости создания и тщательного сохранения эталонов, с которых бы изготавливались образцы для рассылки по стране. К работе приступает комиссия для постановления на незменных началах системы российских мер и весов, открывшая свои заседания в 1827 году. В результате ее деятельности появились единые государственные эталоны мер длины и веса, а также первичные образцы мер объема сыпучих тел и жидкости. В 1835 году был принят закон о системе российских мер и весов, определивший содержание последовавшей за ним реформы. Одним из ее этапов явилось открытие в 1841 году центрального метрологического учреждения под названием Депо образцовых мер и весов. Депо находилось в ведении Министерства финансов и размещалось в специально построенном для него здании на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Перед Депо ставилась задача создать единую метрологическую базу Российской империи. Здесь собирали, хранили и изготавливали образцы и эталоны российских и зарубежных мер. Встречали русские меры с иностранными, составляя сравнительные таблицы. Поверяли образцовые меры, которые готовили к отправке на места. Депо имела маленький штат, им заведовал ученый-хранитель, подчинение которого находились помощник и смотритель здания. Со временем учреждения Депо на протяжении 19-го столетия его возглавляли академик Купфер, затем профессор Глухов, а с 1892 года выдающийся ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев. Деятельность Дмитрия Ивановича на должности ученого-хранителя имела большое значение для Национальной метрологической службы. Возглавив Депо, он подал на имя директора Департамента торговли и инфраструктуры Ковалевского докладную записку о необходимости возобновления образцовых единиц мер и весов в России и о расходах для сего потребных. При этом Менделеев доказывал несовершенство образцов в 1842 году, ссылаясь на опыт цивилизованных стран Европы, которые на протяжении почти всего 19-го столетия обновляли свои эталонные меры. Менделеев одним из первых в России осознал необходимость кардинальной реорганизации поверочного дела. Он подготовил проект создания единой сети поверочных учреждений во ЛГВЦ центральным органам, контролирующим, координирующим и направляющим их действия. Менделеев предполагал ежегодно открывать по 15 местных поверочных учреждений, палаток, и рассчитывал в 1912 году довести их численность по стране до 150. В рамках этого проекта в 1893 году принимается специальный закон, которым для сохранения единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов, цитирую, был создан высший орган поверочного отдела – Главная палата мер и весов. Руководство палатой также было поручено Дмитрию Ивановичу Менделееву. Стратегический замысел великого ученого нашел воплощение в законе 1899 года. Согласно закону, вводилось положение о мерах и весах, утверждались новые штаты, Главная палата мер и весов, наметилось создание местных контрольных органов – палаток, напрямую подчинявшихся палате. В 1900 году в Российской империи открылись первые пять палаток. Еще пять палаток появились в следующем году, в 1902 году еще десять. Надо сказать, что к моменту февральской революции 1917 года на территории России существовало всего двадцать пять поверочных палаток. Это на одной шестой части суши, как известно. Несмотря на явное несоответствие числа местных поверочных учреждений масштабам работы, их появление имело огромное значение, поскольку теперь хранение эталонов и образцов мировесов, процесс изготовления и применения мировесов в повседневной жизни, сосредоточился в одних руках. По вполне понятным причинам, правительство создавало прежде всего наиболее развитых в экономическом отношении районах страны. Российское законодательство, регулировавшее употребление национальной и метрической системы мер и веса, закон от 4 июня 1899 года, торговый устав 1904 года, отводило палаткам в поверочном деле начала 20 века ведущую роль. Надо сказать, что закон предписывал, чтобы там, где поверочные палатки еще не были созданы, поверки занимались городские управы и казенные палаты. Надо сказать, что новое законодательство установило для поверочных учреждений пределы допуска годности мер и весов. Погрешность для обычных русских торговых мер жидких и сыпучих тел не должна была превышать 1 сотой их вестимости. То есть погрешность должна была составлять не больше 1 процента. А теперь поговорим о мерах и поверочном деле в Советском Союзе и Российской Федерации. 11 сентября 1918 года Совнарком РСФСР принял декрет о введении международной метрической десятичной системы мер и весов. В нем содержался план решительного поэтапного перехода Советской России на метрическую систему мер и весов. Предполагалось, что процесс завершится к 1 января 1924 года. Поэтому в декрете говорилось, что именно с 1 января этого года употребление русских мер и весов запрещается. Однако вскоре выяснилось, что план, сформулированный этим декретом от 11 сентября 1918 года, есть не что иное, как утопия. В стране, где бушевала гражданская война, где состояние экономики стремительно ухудшалось, перейти на метрическую систему в указанный срок было абсолютно нереально, даже по чисто техническим причинам. Дело в том, что только на изготовление гири для торговли требовалось почти 5 миллионов пудов чугуна. Реформа шла очень медленно по причине отсутствия необходимых условий и в конце мая 1922 года Совнарком, исходя из реального положения дел в стране, перенес срок введения метрической системы на 1 января 1927 года. Принято считать, что утверждение метрической системы способствовало экономическая разруха. В течение длительного времени в России не производили ни весов, ни гирь, ни аршинов. Старые экземпляры приходили в негодность, изнашивались, терялись, а пополнять их было нечем. Поэтому, когда правительство наладило производство новых необходимых измерительных инструментов, они быстро и без особых помех ликвидировали образовавшийся дефицит. На государственную систему надзора и контроля мер оказывали влияние политические процессы, протекавшие в стране. После образования Советского Союза в 1922 году появляется единая метрологическая служба. В 1930 году создается Всесоюзный комитет по стандартизации, а с 1936 года общая руководство закрепляется за главным управлением мер и весов. В дальнейшем за точностью используемых измерительных приборов стал наблюдать госстандарт. А с распадом Советского Союза госстандарт России был преобразован в Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии. Не остались неизменными и эталоны, а также их основа. Как вы понимаете, подобные комитеты, структуры, организации по стандартизации и метрологии были созданы во всех бывших советских республиках, ставшими независимыми государствами. С развитием науки и техники возможности ученых в области точных измерений значительно увеличились. Так, 14 октября 1960 года 11-я Генеральная конференция по мерам и весам утвердила совершенно новое определение метра, приравняв его к 1650763,73 длины волны излучения в вакууме соответствующего оранжевой линии спектра изотопа криптона с атомным весом 86. Точность эталона метра сразу возросла примерно в 100 раз. А вот за литр был принят объем 1 кг воды при наибольшей плотности и нормальном давлении атмосферы. Здесь гораздо проще определение, да? Один объем 1 кг воды при наименьшей плотности и нормальном давлении атмосферы. Таким образом, в основе современной обновленной метрической системы лежат величины, взятые человеком с природы и от воли человеческой никак не зависящие. И у нас есть немножко времени поговорить о мерах и весах в нашем центрально-азиатском регионе. Об этом известно не так много. Я думаю, что подробно этот вопрос желательно разобрать на семинарском занятии. Могу только сказать, что в центральной зоне применялись и персидские, и харизмские меры длины. Допустим, из Персии сюда пришла такая единица, как один форсах, который был равен 5549 метрам. То есть примерно 5,5 километров. Очень грубо. А вот в харизме, допустим, практиковалось использование одного алчина. Очень по звучанию похоже на русский аршин, да. Да и, собственно говоря, по длине тоже, в общем-то, довольно близко. Один алчин был равен 71,12 метра. Сантиметра, простите. Так вот, если брать современный Казахстан, то в нашей стране есть специальный Казахстанский институт метрологии и есть государственный научный метрологический центр. Вот я сейчас открываю их официальный сайт. Его название звучит так. Это Казахстанский институт метрологии и государственный научный метрологический центр в одном лице. Здесь есть правовая база, эталоны, базы данных, информации по разного рода реестрам. Есть разделы утвержденные типы средств измерений. Средства измерения, методики выполнения измерений и так далее. А также назову некоторые законы Республики Казахстан. Вот, допустим, от 7 июня 2000 года об обеспечении единства измерений. Вопросы для закрепления. Первый. Когда был принят закон о системе российских мер весов? Второй. Как называлось открытое в 1841 году центральное метрологическое учреждение России? Третий. Какой выдающийся ученый возглавил метрологическую службу России в 1892 году? Четвертый. Когда Совнарком РСФСР принял декрет уведения международной метрической системы? И, наконец, дайте определение ЛИТРА. Благодарю за это.